Привет! Почему гитарные импульсы звучат так отстойно и многие не любят играть в линию? Чем вообще отличается формирование звука через комбик и в линейный вход? И наконец, почему так многих ужасает звук записи с комбика? Вы смотрите канал HardSound и сегодня мы разберемся с этими вопросами. А спонсор этого выпуска музыкальный магазин Guitar's Empire. Как всегда, отличный ассортимент японских гитар. Есть как бюджетные, так и профессиональные инструменты. Все гитары проходят предпродажную подготовку и готовы к бою уже в магазине. А с недавнего времени они стали официальными эндорсерами звукоснимателей Fokin' Pickups и гитар российского производства Inspektor. Стоит отметить, что цена на эту продукцию у них ниже, чем у производителя. В общем, все ссылки в описании, рекомендую ознакомиться. Что такое классический звук электрогитары? Это когда мы гитару подключаем к комбику. А комбик это, по сути, акустическая колонка со встроенным усилителем. То есть это самодостаточное устройство для озвучивания гитары. Как мы обычно этот комбик слушаем, либо сидя, либо стоя. Но в любом случае мы находимся от динамиков где-то в метре, либо полутора. И сами динамики не на одной линии с нашими ушами, а ниже. То есть либо в ноги нам дуют, либо в пузо, смотря как вы находитесь по отношению к комбику. И какой-то эффект дает. Во-первых, из-за того, что динамики направлены, по сути, в стороны, а не напрямую к нам, когда мы, допустим, наушники одеваем, то там происходит эффект среза верхних частот. То есть мы слышим звук достаточно приглушенный. И, во-вторых, так как мы находимся в каком-то помещении, то там действует реверберация, различные отражения, преломление звука. И, по сути, вместе с комбиком мы слушаем, как звучит помещение, в котором этот комбик стоит. И на самом деле, перемещая комбик из одной комнаты в другую, мы будем слушать разные оттенки звучания. И такой глуховатый и объемный звук мы воспринимаем как естественный. И на репетиции, и дома на диване мы это слышим просто как звук комбика. Конечно, тут очень многое зависит и от конструкции коробки. Закрытая, открытая, из МДФ, либо из фанеры она сделана. И от размера динамиков, от количества. А все это влияет на конечное звучание комбика, либо стека. Теперь поговорим немного о записи. Казалось бы, логичным фиксировать гитарный звук так, как мы его слышим. То есть устанавливать микрофоны на уровне головы, на уровне ушей. Но на самом деле так никто не делает. Только в случае гаражной записи такое возможно, но это совсем отдельная тема. В основном же записывается гитара так. Берется микрофон и приставляется в упор к одному из динамиков вашего комбика, либо стека. Либо несколько микрофонов к нескольким динамикам, но всегда практически в упор к решетке. Что в таком случае происходит? У нас полностью исключается реверберация помещения, потому что громкость с динамика перекрывает полностью любой ревер с обратной стороны. И у нас очень сильно изменяется частотная составляющая. Появляется едкая верхняя середина, а также те призвуки, которые многие называют песочными и зудящими. Но на самом деле именно с таким плоским, зудящим звуком приходится работать звукоинженеру, который записывает ваш трек. Именно этот зудящий плоский звук можно уложить в пачку с барабанами, с басом, с другой гитарой, с вокалом, с сэмплами, с чем угодно. Потом уже на записи он обрабатывается и эквалайзером, и реверами, и что угодно. Но изначально записывается именно вот такой сухой сигнал, и с этим надо смириться. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я подключил гитару к предусилителю Engel E530, дальше оконечник House Amp, на него был ролик на канале. И гитарный кабинет от комбика Yerasov GTA 40 с одним 12-дюймовым динамиком Selection. Для того, чтобы попытаться снять звук комнаты, то есть так, как я слышу этот аппарат, я буду использовать вот такую пару микрофонов. Это профессиональные микрофоны Bayer Dynamics. И я их поставил, ну, примерно так, как могут слышать уши. То есть вперед, чуть-чуть в стороны, и немного ниже уровня головы. То есть они направлены не на сам комбик, но примерно в эту сторону, куда мы смотрим, когда играем в этот аппарат. И послушаем, как все это дело звучит. Да, и микрофоны имеют гиперкардиоидную направленность, то есть они снимают достаточно узко перед собой. И чтобы записать звук комнаты, я звук с петличного микрофона добавлю в итоговый микс. Значит, проверяем микрофоны. Да, я их разведу по панораме на записи, чтобы прям стереозвучание было. И теперь я запишу тот же звук, то есть не буду менять никаких настроек, но поставлю только один микрофон. Вот такой шурик, вокальный старый американский шур SM58. Я думаю, он вполне подойдет для того, чтобы снять звук с этого кабинета. И я буду снимать в упор к динамику, то есть так, как это делают в студии, либо на концерте. Сейчас я всю эту конструкцию разберу и поставлю один микрофон. Микрофон я установил. Вот он работает у нас. И сейчас послушаем, как это дело звучит в упор к решетке. Да, по поводу расположения микрофона относительно решетки. Можно двигать, от этого меняется звук очень сильно. Но сейчас при записи я немного его поперемещаю, и вы это услышите сами. Итак, вот звук микрофона в упор. Микрофона в упор. Ну, обычно я, когда занимаюсь такой записью, я микрофон сдвигаю примерно от центра сантиметра на два. Итак, что у нас получилось? Когда я снимал сигнал микрофонами на уровне своей головы, мы слышали кайфовый, жирный, ухающий звук. Но с проблемами. Во-первых, туда лезут струны, потому что я сижу на уровне этих микрофонов. И от этого лязга трудно избавиться. Мне бы пришлось куда-то далеко уходить от микрофонов. Во-вторых, слышно реверберацию комнаты, потому что помещение это не подготовлено под звукозапись. И, в конце концов, звук очень вязкий, и атака седается. То есть, вместо четкого GG мы слышим такое ух-ух. И с этим звуком на записи практически невозможно будет работать. Когда же я поставил микрофон Shure в упор к динамику, у нас пропал полностью весь ревер. И очень сильно изменилась частота. Пропал ухающий низ. Он стал достаточно куцем. Но тут проблема самого кабинета. Из-за того, что он полностью открыт и сзади, у него задней стенки нет, то часть низа просто по комнате убегает. Она в этот микрофон передний не попадает. И у нас появился зудливый верх, зудливо-песочный. Но именно с таким звуком на записи будет намного проще работать, чем с ухающим, который мы сняли микрофонами вместе с комнатой. Теперь поговорим о подключении гитары в линейный вход. По сути, что такое линейный вход? Это некий вход, рассчитанный на сигнал амплитуды примерно 1 вольт. Это может быть вход в микшерного пульта, активной колонки, музыкального центра, либо звуковой карты. Да, собственно, и когда подключается микрофон через микрофон и предусилитель, на выходе предусилителя у нас тоже линейный сигнал. И дальше его можно подключить либо в пульт на дальнейшее усиление, либо в консоль на запись. Как вы помните, любой комикс состоит как минимум из трех частей. Предусилитель, усилитель мощности и динамик. И в какой-то момент поняли, что выход с предусилителя можно в обход усилителя мощности подавать в пульт для дальнейшего усиления большими порталами, большими колонками. Во многих современных аппаратах хайгиновых большая часть сигнала формирует именно предусилитель. И все, что нужно, это подключить его через какую-то эмуляцию гитарного кабинета в пульт и дальше его усилить. Для чего вообще нужно подключение в линию? Ну, во-первых, это удобно на концертах. Вместо того, чтобы снимать микрофоном какой-то гитарный комбик и потом этот сигнал усиливать, мы подключаем гитарный предусилитель напрямую в микшерный пульт. Это намного удобнее, потому что с подключением микрофона связано много проблем. Это и обратная связь, и этот микрофон все время задевают, сбивают. В общем, много проблем. И от этого всего можно избавиться, подключив предусилитель в микшерный пульт. А для того, чтобы себя мониторить, слышать то, что вы играете, для этого есть как бы мониторные колонки на сцене. Вас звукоинженер на них выводит, и вы слышите то, что вы играете. Во-вторых, это удобно для тихой записи. То есть вы подаете линейный сигнал в компьютер, через наушники себя слышите, и можете хоть часами заниматься отработкой гаммы, либо записью своих 25 дублей одного рифа. И третий вариант относится больше уже к нашей печальной национальной особенности. Даже когда в Союзе уже делали электрогитары, когда удавалось достать какие-то ГДРовские гитары, какие-то примочки удавалось достать каким-то чудом, но о каких-то комбиках мы даже и не знали, и не слышали, потому что не было комбиков, их не делали просто, и привезти какой-то Marshall или Fender в Союз и в Россию перестроечную было, наверное, вообще нереально, только для каких-то именитых звезд. Поэтому даже если удавалось достать электрогитару и примочку, о комбиках мы не слышали, и подключали все это в ближайшую доступную линию. Это была линия бабушкиной радиолы, либо дедушкина магнитофона романтика, либо у Васильевича завхоза где-нибудь в ДК имени Ленина пульт электроника, то есть бралась электрогитара, через примочку подключалась в линию. Это было для нас абсолютно естественно. Но чуть позже, уже в 90-х, в начале 2000-х, подключали в линейный вход звуковые карты, потому что компьютеры уже практически у всех появились, и куда подключать гитару? В компьютер. Кстати, на канале очень много роликов про такое подключение. Само собой, для получения нормального гитарного звука нужно использовать спикер-симулятор. В самом простом варианте это просто эквалайзер, который обрезает частоты ниже 80 Гц, выше 6 кГц и делает пару горбиков в районе 100 Гц и в районе 3,5-4 Гц. Получается некое подобие гитарного динамика, который имеет особенную АЧХ, в отличие от любого хай-файного динамика. Такой прибор, конечно, не даст вам аутентичный гитарный звук, но с ним можно будет уже и заниматься, и репетировать, и даже записываться. Сегодня самым продвинутым вариантом эммуляции гитарного кабинета является технология гитарных импульсов. Что это такое? В итоге гитарный импульс это просто маленький WAV-файлик размером 15-20-50 кБ. Как он делается? Берется гитарный кабинет, берется микрофон, ставится микрофон в упор к динамику под определенным углом и расстояние от динамика. А дальше на кабинет подается через усилитель специальный сигнал. Этот сигнал микрофоном снимается определенным образом. И дальше специально разработанное ПО делает вот этот WAV-файлик. По сути, это некий частотный трафарет. Накладывая этот трафарет на линейный сигнал, допустим, взятый с примочки, либо с предусилителя, мы получаем ту же частотку, ту же картинку, которая у нас была у изначального кабинета, который сняли вот этим самым микрофоном. И вот теперь мы подошли к самому главному. Импульс гитарного кабинета не дает представления о звучании конкретного гитарного кабинета, конкретной колонки. Это всего лишь информация с одного микрофона, который снял в определенном положении один динамик в какой-то коробке. И если мы, к примеру, возьмем какой-нибудь комбик, поставим микрофон, сделаем дома сами импульс, это вполне возможно, все это легко делается. Потом сигнал с этого предусилителя, этого комбика подойдем, к примеру, в компьютер. Там этим импульсом, который мы сами сделали, обработаем сигнал, послушаем через hi-fi колонки, либо через наушники, то это будет не тот же самый звук, который мы слышим с этого комбика, который стоит у нас под ногами. Именно в этом главное отличие, главная ошибка восприятия сигнала, когда вы играете через импульсы. То есть это звук именно одного микрофона, с которым сняли в одном положении сигнал с одного динамика. Да, конечно, можно сделать импульс, в котором есть 2, 3, 4 микрофона, есть программы типа Mix Air 2, которые позволяют все это дело миксовать. Я сам играю через импульс, который сделал из двух разных импульсов, там два разных микрофона, я их в определенной пропорции смешал и получил более-менее устраивающий меня звук. И он очень сильно отличается и от простого импульса с одним микрофоном, но и также сильно отличается от звука комбика, который стоит у меня под ногами. Возможно, хорошей идеей будет создание импульса, скажем так, комбика в комнате. То есть поставить микрофоны не в упор к динамику, а где-то в метре, может быть, в полуметре от динамиков. Но лично я таких импульсов не видел, и, честно говоря, смысла в них особого не вижу. Лично я привык к звуку в наушниках, как будто у меня микрофон стоит достаточно близко к динамику, а получается максимально сухой и честный звук. В этом звуке слышны все нюансы игры, недостатки игры, все шорохи, медиаторы и прочие нюансы. Друзья, надеюсь, я ответил на многие вопросы, которые мне сыпятся в личку по поводу импульсов, игры в комбик, либо через процессоры. Нужно иметь в виду, что современные процессоры, как Helix, тот же AxeFX и все нормальные программные процессоры, у них сделана эмуляция гитарного кабинета именно на основе гитарного импульса. То есть подключая такой гитарный процессор к вашим колонкам, обычным домашним колонкам, Hi-Fine, вы не получите звук комбика. Вы получите звук комбика, снятого микрофоном, либо несколькими микрофонами. Друзья, если ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Кирилл, пока!